Клетка вообще представляет собой элементарную живую систему, самую элементарную. Клетка может существовать отдельно, независимо от других клеток, от одноклеточной организмы. Любая другая биологическая система, более мелкая, любой набор молекул, все-таки существовать самостоятельно не может. И поэтому клетка это важная система, это самая главная система в этом мире. Именно клетки организуют всю жизнь. Понять, как устроена клетка, как функционирует, как из клеток создаются многоклеточные организмы, это фактически значит понять, что такое жизнь, как она устроена, как она работает, а значит, как устроены мы, потому что мы люди устроенные из клеток, это в конечном счете понять, что такое человек на биологическом уровне. Традиционно в течение, по сути, трех веков, клетчная биология, это очень старая наука, она появилась, когда не было еще никакой биохимии, биохимии толком не было, а клетчная биология уже зарождалась, клетки изучали мертвые. Чтобы посмотреть на клетку, ее надо было сначала, процедура называется, фиксация, зафиксировать. То есть на нее наносятся какие-то вещества, которые все компоненты, которые там есть, фиксируют, останавливают все процессы, и вот такую мертвую клетку, в которой все остановлено, но все находится на своих местах, все белки находятся там, где им нужно находиться, все компоненты находятся на своих местах, такую клетку изучали. И по такой клетке было составлено представление о том, как устроена клетка. Это представление вошло в школьные учебники, в университетские курсы. Вот везде то, как представляется устройство клетки, представлялось именно так, на основе изучения мертвых фиксированных клеток. Да, старались максимально сохранить ее в нормальном состоянии, близком к живой клетке, но все-таки это была мертвая клетка. И на основании таких наблюдений была составлена картина, которая, в общем, правильная, но она статичная. То есть по статичной картине мы можем сказать, ну, если взять аналогию какую-нибудь, мы можем сказать, как устроен дом, но как в нем живут люди, уже сказать нельзя. Потому что люди ходят, перемещаются, одни приезжают, уезжают. То же самое и с клеткой. Она на самом деле живая. И изучить, понять, как клетка устроена, как она функционирует, а самое главное, как она формируется. Вот на основе таких данных полностью оказалось, что не совсем возможно. А как изучать живую клетку? Ну, посмотреть на нее просто в микроскоп, да, можно. Но мы увидим клетку, мы увидим, что она делится в ней, движутся какие-то органеллы. Это максимум. А хочется же посмотреть на молекулярном уровне. Ну, не просто некая морфологическая картинка, там, клетка устроена так, устроена иначе. Нет, хочется понять молекулярно, как она устроена, как она молекулярно функционирует. И только такое представление уже полностью опишет нам, как устроена клетка. Вот чтобы этого добиться, нужен был некий методологический прорыв. Нужно было научиться видеть молекулы внутри живой клетки, фиксированные умели. Такой предпосылкой стало открытие так называемых флуоресцентных белков. Это такие маленькие белочки, которые были впервые выделены из одной медузы с красивым названием, абсолютно хозяйственно, не имеющей хозяйственной ценности. Вот был выделен такой флуоресцентный белок. Он сам может в клетке, если на него посветить одной, одним светом, он начинает светиться. И мы можем увидеть, где находится этот белок, эта молекула. Дальше делается очень просто. Мы берем какой-то интересующий ген, интересующего нас белка. Ну вот изучаем мы белок с каким-то красивым названием, мы его любим. И считаем, что цель нашей жизни понять все про него. Берем ген этого белка, присоединяем к нему ген флуоресцентного белка и вводим в клетку. В клетке начинает продуцироваться белок, который состоит из двух частей. Часть, которая соответствует нашему белку. И он функционирует нормально, все хорошо. И вот эта маленькая флуоресцентная часть, которая покажет нам, где находится белок. Раз мы можем увидеть этот белок, он светится сам, мы можем увидеть его, посмотреть на него в живой клетке. И он будет вести себя, как ведет нормальный обычный белок. Теперь надо только посмотреть, увидеть это как. Здесь к настоящему времени действительно было разработано много методов. И люди по-разному работают. Но вот первый метод классический, который работа была первая опубликована, это была в 2000 году. Первая работа. Она была сделана следующим образом. Работа была сделана в 2000 году в лаборатории Тома Мистели. Она работает в США, в Национальном институте здоровья. Это одна из сильнейших в настоящее время вообще лабораторий в области клеточной и молекулярной биологии. Они сделали, тогда они были еще не такие знаменитые, не такие известные, их вообще мало кто знал. Они сделали очень простую работу. Если представить, что есть клетка, в ней вот находится этот белок, он находится во всей клетке. Понятно, мы будем видеть, просто клетка светится. Мы не поймем, движется этот белок или нет. Они сделали следующее. У любых флуоресирующих молекул есть одно замечательное свойство. Если на нее посветить очень-очень сильно, она перестает светиться, выгорает. Ну, как выцветают краски, так выцветают и флуоресирующие молекулы. И была сделана очень простая вещь. Мы имеем всю клетку, выбираем в ней небольшую локальную зону и светим на нее сильно-сильно-сильно. В этой области флуоресцентный белок выцветает. Он не светится. А дальше идея была очень простая. Либо белок движется, либо белок не движется. Надо проверить. Принципиальный вопрос. Если он не движется, то выцветший белок из этой зоны не будет уходить, а флуоресирующий белок из остальной части клетки приходить в эту зону не будет. И мы будем видеть с течением времени вот такую выцветшую зону. Постоянно. Если белок движется, то выцветший белок уйдет, флуоресирующий белок в эту зону зайдет и эта зона начнет опять флуоресировать. Все очень просто. На самом деле метод известен был до того, но его вот надо было, должна быть вся база, вся белки, микроскопы. Все должно быть приготовлено. И вот этот момент наступил. Этот эксперимент был поставлен. И какое же было удивление, когда оказалось, что белок в эту зону, где он выцветил, он туда приходит и оттуда уходит. То есть он движется. Белки в клетке движутся с сумасшедшей скоростью. Они не находятся на своем месте постоянно. Они постоянно перемещаются. Первая реакция, ну конечно, сначала никто не обратил внимания, потом никто не поверил, потом все сказали, ну наверное что-то в этом есть. Потом все сказали, гениально. Но это действительно заставляет пересмотреть все, что мы думаем и как мы думаем об устройстве клетки. Это уже не вот такая стабильная клетка, стабильная, устроенная как машина. Не все на своем месте. Все работает на своем месте, выполняет свою функцию. Все логично, правильно. А здесь получается какой-то странный хаос. Молекулы постоянно двигаются. Они не находятся там, где им нужно работать. Она поработала и уходит из этого места, где ей нужно находиться, казалось бы. И начинает двигаться по всей клетке. И движение это вполне случайное, стахастическое. В настоящий момент все ищут, но пока никто не нашел каких-то способов направленной доставки молекул в какую-то конкретную точку ядра, скажем. Нет, белки бегают. И вот из этого хаоса молекулярного, тем не менее, складывается работающая, эффективно работающая клетка. Наверное, самый интересный момент, который остается, на самом деле, который возник из этих новых фактов, который непонятен, это каким образом из этого хаоса движущихся молекул может сформироваться, на самом деле, достаточно упорядоченное, ну, как мы ее видели на фиксированных клетках, упорядоченное образование. Клетка сложная, она сложно устроена. И вот эта сложность устроена из движущихся безумными скоростями молекул. Вот как из хаоса молекул возникает порядок более высокого уровня, это, наверное, вопрос и главный вызов сейчас для тех, кто занимается структурой клетки.